Привет, я Ани Мэджик, со мной тут, как всегда, мои питомцы И сейчас мы будем собираться и поедем снимать один очень прикольный челлендж Подписывайтесь на канал, всего 25 тысяч, нам осталось до 3 миллионов И пишите длинные, интересные комментарии, потому что я буду на них отвечать, когда выйдет ролик Кстати, я на днях в своем телеграме повесила фото, которое видели только подписчики моего телеграм-канала И я хотела, чтобы они догадались, для чего же была эта фотка Некоторые даже угадали и получили от меня привет А фотка эта была для моей постоянной рубрики Мэджик Совет Добрый день, на что жалуетесь? Здравствуйте, понимаете, сейчас так сложно определиться с игрушками, подходят ли они моим любимым пёсикам Я пришла проконсультироваться, я купила им всю коллекцию Триол Луни Докс Давайте для начала проведем первичный осмотр Меня? Собак? Ааа, вот Так, что тут у нас? Плюш, хлопок, термопластичная резина, латекс Это все натуральные, экологически чистые материалы Без токсичных веществ Безопасно То есть все окей? У нас есть специальный тест, по которому мы это и проверим Давайте посмотрим Игрушки им явно приятны на ощупь Отличные габариты, идеально для мелких пород собак Ааа, а мне нравятся, какие они яркие и стильные Но для нас, специалистов, главное комфорт собаке Смотрите, в зубах носить их явно удобно Материал мягкий, собака может грызть, кусать и трепать игрушку Крепкие Кстати, пищалка внутри пробуждает охотничьи инстинкты Делая игру для собаки еще интереснее Ого! А подобные канатики помогают очищать зубы собаки Такие веревочные игрушки во время игры массируют десна и очищают зубной налет И вообще, игрушки помогают собакам снимать стресс Ваше отсутствие Никогда не думала, что столько пользы от игрушек В том числе и для развития собаки С таким выбором играть можно в самые разные игры От перетягиваний пряток до апорта и догонялок Как самостоятельные игры, так и совместные с вами И, безусловно, удобство Здорово, что все они такие разные И каждый питомец может выбрать игрушку на свой вкус, да? Да А что у нас с ценой на этот ваш триол мини докс? Вот столько Неплохо Если вам тоже понравились, я могу вам дать свой промокод Мэджик Триол на скидку 20% Даже так? Тест пройден А где купить? Я оставлю ссылочки на Азон в описании к видео А еще я очень хочу снять челлендж Покупаю 100 вещей за 100 рублей питомцам на Азоне или Вайлдберрис И если вы реально сможете собрать 30 тысяч лайков на этом видео Я обещаю снять такой ролик Софиш, что такое? Софиш Софиш Короче, у нас, к сожалению, все пошло не по плану И если обычно это не по плану, это эпично или весело То сейчас вообще не весело В общем, у Софиш случился приступ очень сильный кашля Кто смотрит наш канал, кто наблюдает за нами давно, тот в курсе, что у Софиши сердечная недостаточность Но если так простыми словами это называть В общем, проблемы с сердцем, как у Эйвана Видимо, у них это будет генетическое Софише 12,5 лет И вот уже где-то полтора года, наверное Я уже, если честно, не помню Мы наблюдаемся у кардиолога в Москве у нашего постоянного врача И пьем таблетки определенные Но сейчас мы в Сочи И ей стало нехорошо Мы сейчас немножко подождем Посмотрим, что будет дальше Просто такие приступы у нее бывают иногда И они потом проходят Я сейчас ее стараюсь не трогать То есть не перевозбуждать ее Не слишком много внимания уделять Потому что она еще больше начинает из-за этого кашлять Я начинаю нервничать Она чувствует, что я нервничаю Начинает еще больше кашлять Что я подумала сейчас? Дело в том, что мы недавно ходили на большую очень прогулку Мы были в лесу, много гуляли Это был достаточно жаркий день Софи чувствовала себя нормально Она не кашляла Все, я не сняла Нормально тебе? Святой источник Окунулась в прорубь, матушка Даже в какой-то момент она вообще очень активно себя вела Нырнула в этот родник Мы потом еще на пляж поехали на море Она еще и там залезла в море Но день был жаркий Плюс я ее вытирала То есть это точно не простуда И я знаю уже, как сердечный кашель ее выглядит Меня вот это в ней прикалывает Ее такая самостоятельность Такая, что-то не жирковато Пошла в водичек Встаю, полежу Жопу мочу Стою Такая, как все, соленая вода Но у нее не вкусно пошла Вот, все, охладилась, постояла Иду, гуляю по бамбуковым рощам И сидят два волка на дереве Один вообще на шпагате Толкай ее, Софи Толкай ее, Софи Змея, змея ползет Юмия, иди сюда, иди сюда В общем, я думаю, может быть, она в этот день переутомилась Он был слишком большой, длинный для нее, тяжелый, я не знаю Вот вроде сейчас она немножко, прям чуть-чуть остановилась кашлять, уже немножко успокоилась Но приступ длился очень долго, я за нее сильно переживаю Если это реально сердечный приступ, это отек легких, может быть, вот как случилось у Эйвана И мы просто-напросто не успели ему помочь, я не хочу затягивать Эйван умер от отека легких, понятное дело, что не всегда это зависит от хозяев Но все, что можно как-то предупредить, может быть, можно сделать что-то Короче, я хочу поехать в ветеринарную клинику Я знаю одно хорошее место здесь, там хорошие врачи Сейчас мы поедем с Соки в клинику Юмичу мы оставили дома Вот она кашляет, то есть у нее как-то приступ длился долго Потом она не на несколько минут перестала кашлять И вот сейчас опять начала в машине кашлять И на улице она закашляла уже, когда мы вышли Так что сейчас поедем к врачу Я позвонила, записалась хорошо, что было место То есть у нас срочный прием, по сути И нам повезло, что врач на месте Сидим, ждем, нам надо подождать немножко Софиша продолжает кашлять, задыхаться Ох, как же это все тяжело, вообще капец Страшно за нее Успокоительнее? А какое? Экспресс успокаин Экспресс успокаин? Да, пол таблетки давать Почему? Просто она уже сюда боится, если она начинает волноваться Вот это будет проваться Правый бок Переберем И больше Перехватывайте здесь И сейчас И голову Вот так Ага, отлично И вот к себе движет Вот так Пару минут Короче, мы в клинике провели несколько часов Дело в том, что мы с Софи уже много времени ходим Постоянно, каждые три месяца к кардиологу И мне действительно сказали врачи, что хорошо, что мы приехали Потому что это действительно был приступ Чем он вызван, непонятно То есть может быть действительно перенагрузкой При том, что во время прогулки собака действительно может нормально себя чувствовать И не кашлять, и все окей А потом, как бы после того, что мы целый день гуляли Ей стало уже плохо Это как бы совпало еще с тем, что каждые три месяца мы должны проверять у кардиолога И проверять, происходит ли ухудшение И ухудшения действительно произошли То есть не просто приступ Еще и само по себе ухудшение ее сердечных вот этих болезней Мы сделали УЗИ полное Сделали кардиограмму То есть вот прям всю проверку всего Софиша плохо себя чувствовала в больнице Она прям кашляла сильно, задыхалась Боялись врачи, что это отек Поэтому все ей проверяли Ей даже сделали рентген Чтобы проверить, не мешает ли ей трахея То есть нет ли проблем с трахеей В общем, на рентгене все нормально Это не трахея, это действительно сердце И у нее взяли кровь бедная Просто ей так было плохо Она вся закашливалась, задыхалась И у нее еще кровь взяли Но это обязательно на анализ для того, чтобы проверить Все ли нормально, нет ли каких-то воспалений Потому что врач все-таки поставила ей уже ухудшение Я не буду вдаваться в подробности Потому что это все очень-очень сложно Мы всегда пили обычно таблетки Вот ветминдин и кордалис Это было две таблетки у нас с утра и вечером И сейчас нам записали, что надо пить еще верошпирон И пить обязательно тригрим Хотя бы сейчас вот 14 дней И проверять ЧДД Что такое ЧДД? Это частота дыхательных движений То есть когда собака спит, нужно смотреть, сколько у нее ЧДД Посчитать, сколько раз она дышит в минуту Вот этих вот Вот это вот одно дыхание Потому что Софи дышит очень тяжело Сейчас она у нее большая, эта частота 25 Нужно, чтобы было меньше 27 вдохов в минуту То есть норма Вообще раньше всегда, когда я считала У нее было там 16, иногда 20 Это вот хорошо А сейчас у нее большая частота этого дыхания И нам сказали сдать мочу, анализ мочи Потому что это все влияет очень сильно на почки И на мочу И надо проверить, в порядке ли у нее почки И в порядке ли у нее моча В общем, кардиолог дала неутешительный прогноз И сказала, что у нас реально ухудшение И придется дополнительное лечение делать Я очень за Софи переживаю Потому что я не хочу, чтобы у нее было, как у Эйвена Вот этот отек легких, который заканчивается смертью Но она сказала, что какие-то ухудшения, они уже необратимы То есть у нее была как первая стадия Да, сейчас вторая стадия И это уже хуже по-любому Мы можем только сейчас снять приступ Но стадия уже ухудшилась И это не связано там ни с чем Ну то есть это связано с тем, что болезнь у нее хроническая, постоянная И теперь так будет всегда Она просто будет ухудшаться с каждым разом Но единственное, что мы можем сделать Это замедлить этот процесс Надеюсь, что все будет нормально Хотя бы сейчас наша задача Это приступы снять И самое ужасное, что ты в этой ситуации Ничем не можешь помочь То есть собаке нехорошо И ты ничего не можешь делать И врач сказала, что ни в коем случае нельзя Ее как бы наоборот Начинать как бы суетиться вокруг нее И нервничать И создавать еще более нервную обстановку Поэтому нужно желательно просто Вот как-то успокоить ее Не обращать внимания Не перевозбуждать Чтобы она сама успокоилась И начала Ну как бы и восстановилось состояние Лежи, лежи Все, полежи Успокойся Она еще, я заметила Выбирает какие-то определенные позы То есть ложится как-то определенным образом Вот, например, подпирает голову Специально, чтобы ей, видимо, легче как-то было дышать Мы как вечером вернулись из ветклиники Софиша всю ночь кашляла Залезла просто вот под кровать, под диван И все маялась Ходила, кашляла Что-то все Ей было очень тяжело дышать Трудно Утреннюю мочу отвезли в ветклинику Результаты анализа уже пришли И нам сказали, что нужно собрать еще суточную мочу Короче, это вообще капец процесс Оказывается, собирать мочу собаке Я офигела, блин Прикол в том, что нужно взять пеленку То есть стелить пеленку нужно вот как раз Вот этой чистой стороной И непромокаемой, чтобы моча не впитывалась Наоборот, собиралась здесь И когда собака пописывает на эту пеленку Нужно шприцом там или руками вот аккуратненько пеленочку взять И стерильную баночку, которую мы вот купили в аптеке И шприц тоже должен быть стерильный Эту мочу слить туда И закрыть баночку И отвезти ее в течение там желательно часа Да, в ветклинику И прикол в том, что мне приходилось ее мячу убирать Чтобы она не писала на эту пеленку Чтобы не перепутать мочу И короче, суточная моча это вот то же самое Ты стелишь пеленку Стерильным шприцом или руками там с пеленки В эту стерильную баночку набираешь И вот собирать ее целые сутки И это оказалось очень сложно Потому что, ну как бы, блин, начать в одно время Типа, например, в 7 утра Если и в 7 утра закончить Вот это все собрать То ее нужно хранить в холодильнике В общем, мы это сделали Сейчас мы ждем анализов Они должны прийти Я не знаю просто, чем закончатся все эти адские дни Она вот просто места себе не находит Вот так вот ей постоянно нехорошо То есть если раньше Это было просто в зависимости от Там трех ситуаций То есть либо перед кормлением она перевозбуждалась Либо когда, например, я оставляла их дома Приходила домой, она меня встречала и кашляла Либо когда мы шли на прогулку Это вот три ситуации В которых она могла начать задыхаться, кашлять Сейчас вот это повторяется из раза в раз Да Я очень сильно переживаю Сплю плохо Я просыпаюсь Она просто вот ночью мается Ходит, кашляет, кашляет и кашляет В общем, мы получили все результаты анализов От врачей И по крови, и по моче Короче, 14 дней нам нужно пить эти таблетки И посмотреть, будет ли меняться ее состояние И еще и вот этой таблетке тоже нужно пить Вирошпирона Одну третью 25 миллиграмм То есть одну третью этой таблетки Короче, гору таблеток этот пить Но фишка в чем? Что вот когда мы пили Витмедин Это одна таблетка утром и вечером целая А когда мы пьем кордалис Это вот половинка этой таблетки Одна в день, да, вечером Чтобы вы понимали Вот эта вот таблетка Которую нужно будет делить на 5 частей Она вообще малюсенькая Вот стандартный градусник Вы видите, какая она маленькая И ее нужно разделить еще и на 5 частей Каким-то образом И одну пятую только давать Я очень сильно эти дни переживаю за Софи Я стараюсь ее лишний раз не трогать Когда она засыпает Я прям вот рада, что она спит спокойно Не кашляет там Понятно, что здоровье ее уже лучше не станет И даже вот этот вот первый прием показал Что у нее все ухудшилось Но я очень хочу, чтобы этот приступ закончился Чтобы все закончилось хорошо, положительно И потом дальше как бы мы будем что-то, ну Понятно, что лучше ей уже как бы не станет В плане ее болезни Но хотя бы чтобы этот приступ закончился Эти дни просто адские Для меня я очень переживаю Надеюсь, что все наладится Который день мы уже пьем вот эти таблетки Как я приноровилась сначала делать Я сначала придумала способ ее рассмалывать Делить вот так вот идеально Такой специальной штучкой от ногтей На 5 частей И одну пятую выбирать Вот так вот пальцем макаю в йогурт Макаю в одну пятую таблетки И даю Софише именно слезать это с пальца Но я поняла, что на самом деле Это не идеальные расчеты Может быть где-то здесь больше, где-то меньше То есть разделить такую маленькую таблетку Идеально на 5 частей очень тяжело Я придумала другой способ Я беру таблетку Вот так же ее размалываю Разбавляю в маленькой баночке 5 миллилитрами жидкости То есть из шприца Шприцом 5 миллилитров наливаю И беру 1 миллилитр Получается это 1 пятая часть как раз И я стала в корм добавлять немножко воды Размешивать его И туда выливать вот эту 1 пятую часть Вроде ест Короче, у нас новая проблема Кроме того, что Софи кашляет У нее очень сильно стало чесаться Ну, половые органы В общем, она стала там себя бесконечно чесать И вылизывать До такой степени, что Ну, то есть постоянно И из-за этого еще больше нервничать и кашлять То есть ее начало беспокоить Вот этот вот зуд между ног Начала лезть шерсть То есть прям кусками, клочками шерсть Мне пришлось ей там все постричь Просто вот постричь попу и все Потому что она там все себе расчесывает Разлизывает И ну капец, короче Это какая-то реакция, видимо, на лекарства И шерсть у нее лезет просто вот клочками Если ее расчесать Весь дом просто в шерсти У нее очень сильно полезла шерсть Я просто не понимаю, почему Вот, просто вот так вот она лезет Из нее Адски И клочки по всей квартире По всему дому у этой шерсти Сейчас вот она поспокойнее себя чувствует Не так сильно кашляет Хочет тяжело дышит И она прям вылизывает себя между ног И у нее очень все там зудит И это случилось на второй день после приема препарата И она начинает там вот себе кусать Лизать, вычесывать Как будто у нее там что-то есть Уже настолько, что даже образовалась ранка Короче, я реально грешу на эти новые таблетки Потому что я ничего подумать не могу больше другого Но единственный еще вариант, что это корм Мы немножко другой корм купили Сердечный, может быть То есть для сердечников, для собак другой корм нужен Не такой, как всем Просто она его ела до этого уже Несколько недель И поэтому я подумала, что все-таки это таблетки Я просто стараюсь не трогать эти дни Софишу, чтобы вообще вот Когда она засыпает, успокаивается Перестает вот так кашлять Я просто вообще Мы все эти дни живем в ветеринарке Просто на связи постоянно с ветеринаром Надеюсь, все наладится И мы просто дальше будем жить и все Лечиться И понятное дело, что Что как бы лучше уже не станет все равно Но хотя бы Хотя бы вот сейчас с этим справиться Да, она чешется Она там разлизывает себе Все между ног И у нее влезет шерсть Но она действительно стала Лучше себя чувствовать То есть вот этот приступ Он немножко сошел В общем, мы дали Софише антиаллерген Надеемся, что ей станет получше Нам нужно еще допить Вот пару дней еще Вот эти таблетки От которых я подозреваю Что у нее вот такая реакция Хотя врач говорит, что Вряд ли на такое В общем, Софиша не перестает чесаться У нее там все зудит Она этой ночью просто расчесала все до крови Ветеринар сказал Приезжайте Опять будем делать все проверки Кардиограмму и так далее И смотреть на ее состояние Ну что, мы снова в ветеринарке Уже в который раз Постоянно сюда ездим Все эти дни Просто мы уже здесь Нас уже все знают Мы здесь уже живем практически То мы анализы приезжаем задавать То у нас вот эти вот Приезды срочные В общем, мы сделали Софию Опять полное Обследование у кардиолога УЗИ сердца И КГ Там вот это все, короче, что можно Мне прислал врач уже заключение Ну, в принципе, мы с ней там еще говорили У нее, как бы, диагноз Не изменился Но на фоне терапии Написано Есть положительная динамика То есть вот этот приступ Который у нас случился С самого начала Из-за которого мы, в принципе, поехали Сейчас он, как бы, ушел Отека легких у нас не случилось Смертельного Я очень этого боялась И вот эти таблетки, которые вызвали у нее Либо корм, либо таблетки Вот эту аллергию Все Мы их отменяем сейчас Пока что И смотрим на состояние Софии То есть мы с кардиологом договорились Что отменяем эти таблетки Смотрим на ее состояние Считаем частоту дыхательных движений Я вот посчитала Последний раз у нее было 20 Это хорошо Это не 27 16 Даже было один раз 18 То есть это прям лучше То есть приступ мы сняли Важно Диагноз у нас не изменился Состояние Софии ухудшилось То есть то, что было полгода назад Сейчас это все развилось В худшую стадию То есть стадия у нас плохая также Будем по обстоятельствам решать Если что Прием плановый у нас через 3 месяца Если никаких приступов не будет Я очень надеюсь, что не будет Она очевидно лучше себя чувствует И кашляет только вот в какие-то моменты определенные Да, моя бедная собака И никто не знает Сколько у нас времени Мы делаем все, что можем Так что буду держать вас в курсе Если что Там в Телеграме всегда Самые последние новости Всегда пишу Спасибо вам за поддержку Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!